всем привет находимся в городе тут много заброшенных домов мы выбрали один с краю хату с краю выбрали короче пойдем посмотрим что вообще есть ну первые этажи наверно были отданы под магазины и так понимаю это классика советском союзе так строили просто я даже не знаю получится ли из этого видео или нет попробуем может и что-то и выйдет из этого и так заброшенный дом поселке киви или ух ты тут еще есть подвал потом прям полноценный этаж нас пускай и туда отсюда наверное мы вряд ли попадем именно жилые там отдельно подъезд должен быть вот и спуск так ничего пойдем подумал что прислушиваюсь сейчас не бомбарь холодильник здесь мастерская какая-то а это все вешалку сначала думал прокладки какие-то это вешалки за может попробуем пробиться подъезд прошлись немножко дальше просто покажу как как тут выглядит заброшенные дома если посмотреть то в некоторых квартирах даже мебель есть там вот прикручено этот типа закрыт услышите маленькие они орут все жрать хотят вот а вот этот вроде как взломанный пойдем его посмотрим наверно что они съехали это не значит что они кому-то эту квартиру продали вот то есть они типа оберегают все-таки скрутки непонятно вон вон что пойдем посмотрим нет туалет есть раздостроенный трубы вымыты трубы и стульки здесь здесь стояк еще есть потому что пластиковые непонятно это кухня здесь даже остался ключ работает не шумит sorry здесь мы какие-то скули ставили свои или просто тут их красили вот здесь тут я поселился его шкаф ну да обои поменяли немножко а это кухня да да тут остались семечки выпивалка для ковров такая маленькая аккуратная кухня вот здесь металлическая дверь она это дешевая китайская которую ломали 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 знаю что они личинку хотели отсюда что ли взять тоже душка ну здесь стеклопакеты хоть есть кстати кухня вынесена полностью вот здесь уже плесень живет черная вот тут ванна осталась странно что ванна осталась но это не чугунина это уже что-то новое поэтому наверно она не нужна потому что она не весит на фига ванна диван есть еще все заброшено пойдем на другой этаж наверно так вот квартира выглядит без окон да да панельные но тут еще и вижу еще да а это вообще старт да вроде то есть они забросили только кирпичные дома похоже и то я так понимаю что они вроде все сделали вот тут кирпичные они в отоплении как раз очень распорные ну вот мне кажется долги за отопление было то что вот единственное дело вот такого дома который здесь еще в употреблении скажем так в эксплуатации это панельный или блочный вот здесь мебель даже есть книги герберт уэлс человек невидимка война миров я более всего весну люблю сергей и семья ну немножко вещей чуток там тетя какая что ты хочешь в руках да тетя ходит да ламинат здесь был ну правда все и по всему его сняли и тут же и кинули я понимаю где ты счастье мое я здесь в заброшенном доме я тут я тут я тут я знаю я знаю здесь всякие штуковины и кучу книг опять да 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 вполне современные девочки старинский михайло часы которые уже даже не часы ну я не вижу смысла здесь в каждую квартиру заходить папки еще не нашла подтверждение какая смотри короче чем чем выше тем меньше хлама отсюда вывозили да да люстра еще кухня угадывается там была квартира полностью темная то есть у него стекло зашито но в мире тоже не было вот такой вот простой человеческий быт простой и незамысловатый государственный комитет ИССР по профессиональному техническому образованию Остафьев Александр а на кого он учился непонятно просто среднее образование получал он играл в Hitman на Xbox или убил его дочку может быть может это его отец был но это уже не важно просто все вещи оставили тоже куча вещей фотография даже какая то есть это не Серов случайно певец который он такой любит Серов свадьба чья то не живы ли сейчас эти люди ну да Александр Серов я люблю тебя да слез нет не помню как там было он в комментариях последний в 2014 ага 12 11, 12, 14 13 где был тяжелый 7 тут ванна почти целая если не считать всего остального все что не должно быть ну да но по сравнению с первым этажом скажем последний ванну туалет зачем то сюда внесли не знаю зачем намешал может ванну вытаскивать там тоже фотография человека вот такие вот квартиры заброшенные тут уже а нет это течет я думаю это птицы сидят но это просто потолка течет сейчас на пятый этаж из под ним я думаю он весь мокрый будет пятый этаж мы видим очаг пожара здесь был ну да все двери китайские ванна никакая ну какая желтая комната и устрасти соду соду никто не берет с собой почему интересно ведь был же какой-то мем что человеку дано одну пачку соды используя за всю жизнь мара 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 аккуратненько ну что поднят пожар посмотрим что тут у нас поэтому и заколачивают эти дома в принципе никому не жалко этого хлама который здесь но просто люди не могут прийти и просто посмотреть и уйти я думаю это подростки которые поджигают это все дело и потом все закрывается здесь судя по всему очень много добра было вот потому что не все успело сгореть здесь здесь все и горел горячие газы идут наверх и сверху все уплавляется и загорается тоже вот вот такие дела ну вот и все в принципе показал вам подъезд одного из заброшенных домов в городе Киева или сами видите как или сами видите как здесь грустно и все это будет только увеличиваться расширяться да заброшенным потому что в самом у самих вот этих провинциальных городах тут никто не хочет открывать бизнес или да да именно так может быть быстро заглянуть подвал так что это будет в принципе это уже это урбанизация происходит везде и это уже не остановить остатки кобелей подключение дома было щиток есть раздеребаненный тут там тоже какое-то оборудование что-то особо мало нету в общем я думаю это потом о здесь даже велосипед есть фигасе думаю это будет только распространяться такая вот разруха и в конце концов наверное останутся такие моногорода гигантские про детали на или можно же тарту вот ну и все я думаю все понятно просто остались всякие вещи людей которые отсюда уже давно уехали и мы даже не знаю кстати вот эти белые комочки на потолке видите это сдохшие пауки а белое это их жрет плесень вот и выглядит это как застывший снег очень странно вот здесь вы видите вдохла паука и вот жрет плесень на этом все я думаю тут больше нечего показывать ну ломиться мы ни в какие подъезды не будем этот был уже открыт смотри я нашла счет за отопление за 2019 год октябрь сама сумма 48 евро долг 5800 5800 5800 а ну вот от этого люди и уехали да за квартиру 6000 долг евро и представь в каждой квартире под пятишки будут просто дом отключается и все люди съезжают и за полу и причем там всех не отправляться потому что секондари были за 2014 а тут все за 2012 практически даже хрижа да все ладно на этом все это было такое небольшое видео и больше тут нечего смотреть до новых встреч до новых встреч до новых встреч до новых встреч